Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Выкосим на канале Семья на Чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня отправляемся в новое путешествие и полетим мы из Стамбула в Анталию. Я напомню или расскажу для тех, кто впервые попал на наш канал, либо кто-то забыл. В Анталии у нас стоит машина на таможне, и нам нужно с ней решить этот вопрос. Либо ее продлить, либо ее забрать. Будем это делать уже в следующем выпуске. В этом выпуске мы сейчас завтракаем, доедим все, что у нас есть. Отправимся в аэропорт. Хотим в аэропорт доехать не на трансфере, а на такси и посмотреть, сколько это стоит. Также покажем перелет, самолет, как все пройдет в аэропорту. Это внутренний рейс. Летим мы не из старого аэропорта, а из Нового, из Стамбул. И еще покажем, куда мы заселимся сегодня в Анталии. Ну, как спойлер, это будет не совсем Анталия, но я думаю, по названию там уже догадываетесь. Да, сынок? В общем, ребят, я пошел к Мирону, а вы пока ставьте лайки и пишите комментарии. Погнали! Наш скромный завтрак на сегодня. Это шутка. Мы просто уже все съели. Да? Наш любимый чемодан готов. Видите, я вот так вот перевязал скотчем и колесо, которое выломанное полностью, точнее их два. Я тоже сделал скотчем, усилил. То есть вот он нормально дальше теперь едет. Но это не говорит о том, что по нему не плачет мусор-то. Видите? Мы же не сможем постоянно ездить с таким поломанным. Ну, по крайней мере, сейчас можно будет куда-нибудь доехать. И новый чемодан. Пацаны, отходите. И новый чемодан! Меня сегодня сломают, как наш старый чемодан. Написал сейчас хозяину, где ставить ключи. Он написал, значит, какой бокс там на первом этаже. Написал, какой пароль. И все, мы сейчас уже выдвигаемся. Дело за малым. Осталось поймать такси, которое будет ехать по счетчику. Это обязательно, потому что так можно сэкономить денег. И они обязаны здесь именно так возить. Но недобросовестные возят за фиксированную, завышенную стоимость. В прошлом видеоролике мы это показывали, как нас хотели надурить. Но мы, как говорится, местные уже. Поэтому с нами такая история не проходит. Видите, мы на финишной прямой. Либо наоборот, на низком старте. Непонятно, как правильно даже сказать. Не знаю, как мы сейчас будем справляться с двумя чемоданами. На самом деле, это целая история. Потому что я всегда за один чемодан и за четыре рюкзака. Но сейчас вот так у нас все изменилось. Главное, самое главное, прям сразу взять такси. Прям вот возле дороги. И чтобы все было хорошо, и просто доехать. Да? Да. Четвертый этаж без лифта. С этими огромными чемоданами. Это еще, конечно, то удовольствие. Сейчас оставляем ключи. Здесь видите, такие боксы. Это самозаселение. Спасибо этому дому. Едем к другому. С этого прекрасного района уезжаем. Самый центр. Класс. Все, идем в такси. Только подошли к дороге. И сразу было такси. Правда, маленькое, что мы чемоданы еле упихали сюда. С нами даже в салоне едет коляска. Ну, ничего страшного. Но, по крайней мере, едем по счетчику. И это уже хорошо. Сейчас приедем, посмотрим, сколько заплатим. А пока стабул. Субтитры подогнал «Симон» Мы доехали. И вот на минуточку, смотрите, за 360 лир. Понимаете, по счетчику. Мы ему дали, естественно, больше. Дали 400. Спасибо ему огромное. Вот. И все, идем в аэропорт. Он нам сказал, нам нужен третий вход. Мальчишки вот помогают. Мирошка, правда, ревет. Что-то, блин, просит, все скандалит. Человек просто характер стал. Ох. В аэропорту Стамбула нужно закладывать время, потому что народу просто тьма. На все вот эти проходы, заходы. Обязательно здесь нельзя так прилететь, как в маленьком аэропорту. Там за пару минут до вылета нельзя. Смотрите, какой красивейший аэропорт. Просто шикарнейший. Зона вылета классная. Зона прилета классная. Здесь, короче, все есть. Все очень очень клевенько. Пошлите. Можешь, папик скандалит. Эй, скандалист. Класс, кузас. Мы прошли первый контроль. Ну, то есть вход в аэропорт. И сейчас самое важное, узнать вообще, правильный ли у нас аэропорт. Потому что и вообще, правильный ли терминал. Потому что вообще я знаю, что внутренние рейсы, они вроде как не из Стамбула делаются, а вот со второго аэропорта. Еще посмотрим. Вот на табло. Так, идем смотреть. Все правильно, в общем, мы приехали. Вот. Так, двигаемся. Регистрация у нас уже открыта. Надо быстро регистрироваться, чтобы были места нормальные. Мирошки один раз показали, что вот так вот можно кататься. Вот, со слезами сейчас требовал катание вот так. Чемодан настолько говноточные, колесики, что они вообще неуправляемые. Ты поворачиваешь, а они не поворачиваются. Слушайте, ну какая-то невероятная красота. Посмотрите, сколько людей. Посмотрите, какая гигантская очередь. К нам подошел вот здесь мужик из персонала. Представляете, нас провел вот сюда, вот в стойку бизнес-класса. И нас там зарегистрировали совершенно без каких-либо очередей. Прикиньте, она еще такая говорит, бизнес-класс, типа 37 долларов за человека, дополнительная плата. Я говорю, типа, типа, ноу-ноу, у нас, типа, эконом, нам не надо. Она такая, типа, окей. Значит, смотрите, коляску мы не сдали. Нам дали для коляски вот такой мешок, нужно будет сложить и упаковать в мешок. Наклеили вот наклейку на коляску, но это понятно. И выдали посадочные талоны. И очень хорошо, что места все вместе, потому что здесь нельзя было выбирать место. 33, 33 и 33. Все. Хорошо. Сидим, как говорится, все вместе. Это радует. А еще класс заключается в том, что у нас багаж на каждого по 15 килограмм. Первый чемодан у нас был 21, а второй 19 килограмм. И они нас не заставили перекидывать вещи в другую сумку. Вот. Приняли так два багажа такого веса. Это, кстати, очень огромный, огромный плюс. Ну что же, мы начинаем гулять по аэропорту. Покажу, что здесь вообще есть. И самое, что интересно, у нас вылеток через 2 часа. Я очень прям не ожидал того, что мы все делаем все максимально быстро. Но, слава богу, что так все получилось. Вот окружают нас такие, видите, добрые люди, которые вот так у нас просто через бизнес-класс зарегистрировали. Здесь в аэропорту есть детские площадки. Собственно, сейчас, наверное, туда отправим детей. дорожен, конечно, сейчас пойдете, побегаете. Есть также зоны, где можно покушать. Миграционный центр, где можно оплатить штраф. Он находится, он в том углу возле первого входа. Мы тоже туда ходили, когда вылетали отсюда, когда летели на Шри-Лан, куда подходили, нам не поставили ничего. Ни запреты, ни штрафы, ничего. По всему аэропорту стоят вот пункты, где можно обвинять валюту. Везде вообще стоят весы, везде стоят бесплатные вот такие станции для подзарядки. Вот, например, в Дубае, где мы были, там вот не было вообще ничего. Даже заряжались мы в кафешке вот и под USB, и обычные розетки. Это, конечно, очень хорошо. Вон там вот на втором этаже можно подняться, там, фудкорт. Ну и, естественно, то, что есть детские площадки, это вообще классно. А еще здесь есть детские зоны прохода контроля. Еще здесь установили вот такую площадку. Смотрите, прикольная какая история. Что говоришь? Платят, это платная. Я не знаю. Ну, в Анжеле прикольно. Блин, ну, достаточно прикольная история. Вот с детьми здесь вообще не скучно, есть чем заняться, как провести время. И это, конечно, очень хорошо. И самое, что интересно, представляете, вот эти вот аттракционы, которые установили в аэропорту, они бесплатные. Это все, все, это Рамадан, да. Оголдеть, представляете? Мелочи приятные. У нас Новый год везде и все, организуется, а у них Новый год ничего нет. У нас не бывает бесплатного. Ты что? Держись, Мироша. И Мирошку посадили. Держись, держись. Держись. Супер. Ой, как необычно, да? Да, сынок? Ой. А парни пошли уже на следующий аттракцион. Привет! Привет! Не можем только живать, я там кузак, раз, два, и... класс. Ну вот классно же. Вот мы всегда говорим про то, насколько в Турции вот эта забота о детях, это что-то невероятное. Начиная вот элементарно потрогать за щечку, заканчивая вот такой вот массовой организацией все для детей. Это, конечно, классно. Вот такая детская площадка, их здесь несколько, штуки 4, по-моему, во всем аэропорту. Немножко отличаются, конечно, но вот это прям классно здесь. Смотрите, ну и Мирошка полез, конечно. Вот здесь, видите, есть такие специальные детские входы, где можно проходить с детьми. Прошли мы, по-моему, последний контроль внутреннего рейса. Вещи по-прежнему эти с нами. Слышите, да, это Мирошка у нас вообще. Мироша, Мироша, ай-яй-яй. Давай наш рейс найдем. 13.05. Вот, Анталия. G1E Go to Kate на посадку вперед. Пошлите. Вот, наш рейс уже можно идти и идти на посадку. Какой же это гигантский аэропорт. Ты просто пока идешь к зоне вылета, можно сойти с ума на самом деле. Бесконечные какие-то лабиринты налево, направо. Раз, лифт, два, лифт, три, лифт. Миллион этих пунктов досмотров. Ужас. И мы такие спустились и вот у нас оказывается уже вот посадка на рейс. Пойдемте займем очередь, гигантская, гигантская очередь. Ну да ладно, будем стоять и заходить на рейс. Все, мы в автобусе. Единственное, что я неправильно посмотрел, нас оказывается разделили по рядам, то есть 33 ряд и 32 ряд. Два там, два там. Сейчас сядем посмотрим, по-моему, прям возле туалета будем сидеть. Да? Класс. Класс. Мы добрались. Наш самолет огромный просто, вообще гигантский, гигантский самолет. Давай, прохладненько. Поднимай, почему так много людей. Все, будем подниматься. Коляску оставили. Так, все, поднимаемся. Слушайте, гигантский самолет Boeing 777. Мы никогда на таком не летали, между прочим. Мы ни разу на таком не летали. Мам, ты самый большой самолет в нашей жизни? Держи сумку мою, не потеряй. Слушайте, нифига себе. Пойдем, пойдем туда. Вот это да. Вы только посмотрите. Смотри, какой самолет. Три, три, получается, колонны, сидений, мониторы. Блин, что там нам сюда? Ну это очень круто вообще. Так, родик 33. Нет, вот, 33 сюда. Вот здесь мы будем сидеть. Так, почему-то нам что-то тут проверяют. Ну и традиционно сейчас сделаем обзор самолета. Мы, получается, будем вот так вот прямо над крылом Настенка с Артемом будут здесь. Возможно, самолет будет полупустой. Здесь есть подголовники. Вот видите, регулируются. Понятно дело, эти штуки, наклоны, все есть. Дают подушки, что тоже немаловажно. Помоги мне настроить телевизоры. Есть телевизоры. Ну понятно, здесь традиционная яркость. Так, культ. Стоп. Это приставка играть, видимо. Прикольно. Ладно, сейчас попробуем разобраться, что здесь. очень круто вообще. Смотрите, пульт. Это же и приставка. Я вот сразу, видите, подключил бильярд. И сейчас будем, видите, уже играю. Красота же. Ай, что на стену? Вот так вот. Супер. Здесь, кстати, еще есть и вай-фай, и есть телевизор. Класс. Просто класс. Мужчина поменяться местами с Артемом, чтобы пацаны там были вдвоем. А мы тут с Настенкой будем. Никогда не вдвоем, а втроем. Ну да, кстати, да. Это сейчас была оговорка. Слушайте, прекрасный самолет. Мне кажется, такие вот самолеты, как раз, должны летать на дальние расстояния, а не просто там вот час ты летишь. Wi-Fi есть. Вот я уже подключил к телефону телевизор. Ну, блин, вообще не знаю. Классно же, да? Если еще поездим, то еще. Да, я сейчас еще покушаю, тогда еще будет невероятно красота. Здесь, кстати, все правила безопасности тоже выведены на экран. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, ну и у каждого. То есть, никто не стоит в этих вот проходах и не показывает. Неужели только у нас осталась такая история, когда машут руками? Ну что же, мы взлетаем, полетели, увидимся в Анталии. Кормить здесь они будут, а вот напитками нас порадают. И это очень круто. Мы сидим и думаем, вот как классно летать, когда комфортно. Это вот как вот ты путешествуешь, можно путешествовать, я не знаю, там на обычной машине, а можно на комфортной машине. И это как бы сразу небо и земля. Оказывается, покушать дают, дают бутербродики, прикиньте. Тема, вкусно? Очень. Это сыр, там помидор. Помидор. Ты спасена. Ну мы капец, как довольны. Вы себе даже не представляете, на самом деле, на самом деле. Горячие бутерброды с расплавленным сыром. Сейчас еще кофеечек с молоком. Вот такой у нас breakfast, говорит, breakfast. Шикарно. А на сенке в аэропорту купи и поесть, купи и поесть. Я говорю, нет, мы договаривались, не есть. И вот нам здесь дают. Это клево. Самолет, кстати, битком. А еще здесь у каждого в ногах есть обычная розетка. Смотрите, я сейчас вам покажу. Мне кажется, это вообще сверх. Может быть, это нормальная история, но мы летаем мало и для нас, конечно, это прям приятное удивление. Только сели, попили, покушали и уже снижаемся, представляете? Все, приземляемся. Добро пожаловать в Анталию. Шикарно посадил самолет вообще. А я пока снимал таймлапс, у меня затекла полностью левая сторона. Вообще ничего не чувствую. Ни ноги, ни руки. А Мирошка вообще не заметил ничего. Ничего. И никого. Давайте, поворачивайте. Добро пожаловать в Анталию, ребята. Красота, как будто домой вернулись. Тепло. Тепло. Гораздо теплее, чем в Стамбуле. Нас ждет коляска. Вот видите, выгрузили. Это, в принципе, очень удобно. Ай, красота. Ну, пойдемте. Забираем коляску. Какой мощный винт. Моторчик, ай. Так, а где еще БАС? Оу, закрылись двери. Подожди. Вон Настен. Так, мы поедем на другом автобусе. Поезжай. Да, ёбарес. Туда, сюда. Ладно, заходим. Насколько я знаю, насколько мы прилетали в Анталию сколько раз, всегда приземлялись с моря и был виден берег Анталийский. Да, вот этот скальный. Сейчас мы прилетали и садились суши вообще. Как так? И ехали на автобус сейчас очень долго. Оу. Так, Анталийский аэропорт. Вот, пожалуйста. Сейчас будем получать багаж. Это тоже для чемоданов Акула. Да. Акула, да. Видите, из пасти, короче, выкатываются чемоданы. Ждем свой багаж. Самое интересное, сейчас женщина снимала свой чемодан. У нее полностью отломано колесо и лежит просто рядом с чемоданом. Жесть, конечно. Вот они швыряют их. Багаж получен. Теперь идем из аэропорта. Там нас ожидает трансфер. Это встречают нас наши зрители, представляете? И поедем заселяться к ним в отель пятизвездочный. Все включено. Вот. Сейчас посмотрим, куда и что. По прилету мы всегда остаемся на связи, потому что используем есимку Айрала. Очень удобно. Мы всегда на связи и это классно. Не нужно наводить суету по покупке сим-карты местной. Вам тоже рекомендую. Ссылку я оставлю в описании. Там получите 50% скидку. Так, все, грузимся. Шик. Так, это, собственно, Дмитрий, который все организовал. Да, привет, Вячеслав. Так, добро пожаловать. Да. Спасибо большое. Опа. Как домой? Так, мы приехали. Это пятизвездочный отель Viking Star. Смотрите, как выглядит. Сейчас будем заселяться. Здесь все включено. Ну, сейчас будем смотреть, что и как. Мирошка, пошли. Так, заходим. Ресепшн. Традиционно, да? Так, Москва, время есть. Это хорошо, можем ориентироваться. Дима вот помогает заселить. Здесь даже вот есть, пожалуйста, бар, где можно посидеть. Антисепт. Вот, есть открытый бассейн в этой территории. Но все попозже посмотрим. Короче, заселимся, сделаем подробный ром-тур и не только номер, еще и отель. Так что не переключайтесь. Мы, конечно, устали, но я сделаю обязательно. Нам одевают на руку браслеты, взрослым желтые, детям фиолетовые. Я говорю, главные номерошки не надо одевать, а он будет потом истерить. Что, снимите срочно. Давай, у тебя тоже будет браслет. Ты же хотел себе браслет на руку. Вот, пожалуйста, тебе браслет. Нам выдали ключи, две на свет и четыре карты нам выдали. Это проходы здесь по всем моментам, бассейнам, хамамам, пляжам и так далее, то подобное. Посмотрим всю территорию, да, чуть попозже. Мирошки все-таки прикрепили такую штучку. Вот так. Эй, Мирошка. Так, вот у нас даже есть. А, окей. Ребята, я на самом деле уже зашел немножко, посмотрел, слышите, писк, дети капец, как довольны. Лифт, мы заехали, у нас здесь получается выход на крышу. Посмотрите, какой наикрутейший вид, но это не наш балкон, это просто крыша. Эти любимые наши горы Кемера. Мы в Кемер влюбились еще когда приехали сюда первый раз в 2018 году, представляете? И это природа, а это любовь, и мы сейчас здесь в отеле. Короче, давайте заходить, сделаю вам рум-тур, вы сейчас просто очумеете, где мы остановились. Так, я на самом деле уже зашел, закрываем дверь и погнали смотреть. Здесь мы оставили свои вещи, пока сейчас будем разбирать. Смотрите, у нас такая небольшая здесь прихожка, это уставший славян, посмотрите, туда проход, сюда проход на второй этаж, у нас будет такой вот большой, пожалуйста, стол, круглый, пожалуйста, есть, значит, кровать, первая кровать, есть шкаф, посмотрите, хоромы, ребята, гидромостажная вата, гидромостажная серьезно, ничего себе, да, я этого еще не видел, это, в общем, стол, ой, стол, господи, да, стол и диван, можно будет смотреть, телевизор, пожалуйста, две кровати, так, здесь у нас барная стойка, есть мини-холодильник, кстати, это очень-очень хорошо, во, пожалуйста, здесь даже водой затаренный, супер, что можно, и здесь у нас ванну, на стенку уже походу пошла ее это примерять, да, на себя, хотел сказать, хотел сказать, два унитаза, нет, беды и унитаз, ой, Ероши нравится, это снова я, спетька ванну, у нас шикарная, находится на подиуме, джакузи, джакузи, да, даже не ванна, что я говорю, куча шампуня, которые отправимся продавать на местный рынок, сегодня, шутка, вот, да, Мирошка, и теперь, да, место вообще, смотрите, просто здесь, можно разместиться, кому угодно, давайте мы посмотрим, что у нас здесь, о, а здесь-то, какой вид, посмотрите, на мечеть, будем слушать эти звуки, горы, снежные, между прочим, басик, викинг старый, вот, мы обязательно здесь покупаемся, это, между прочим, наш балкон, вот, мы можем его выйти сюда, очень такой, этот маленький, но здесь, по-моему, я так понимаю, наверное, есть еще второй балкон, так, ой, красота, солнечная сторона, прекрасная, смотрите, как круто, ну, красота же есть, вот это, да, вот это, да, что, а вот, Артемка забегает, говорит, а наверху, наверху душ, пойдемте скорее смотреть, что же там наверху, ребята, смотрите, вот такая, значит, лесенка, здесь, я еще не разобрался, как все включается, здесь, вот видите, подсветка, что очень хорошо, так, да, вот это, видимо, ванная комната, давайте посмотрим, так, пока влево поворачиваться не буду, давайте, что у нас здесь, да, вот, пожалуйста, душевая кабина, еще один туалет, с туалета можно, видимо, позвонить на ресепшн, сказать, закончилась бумага, срочно бумагу, прикольно, нет, походу, не будем мы звонить на ресепшн, бумаги еще много, кладовка там есть, так, а здесь у нас, оу, здесь еще, одна раковина, блин, слушайте, по-моему, в таких хоромах мы вообще не жили, никогда, но это что-то вообще, и вот я зашел, вот видите, вот лестница, вот ванна, я вот повернул, и посмотрите, как здесь классно, огромнейшая кровать, еще один телевизор, ооо, рабочее место славяна, будет, это прям 100%, информационная всякая, что, где можно посетить, класс, так, стульчики, есть еще, и, огромная кладовка, это гардеробная называется, ну, вообще, слушайте, пожалуйста, сушилка, что-то сушить, вот, вот так вот, со светом будет лучше, ой, невероятно, здесь же есть, сейф, пожалуйста, как и во всех отелях, это очень-очень хорошо, можно что-то убирать, ну, да, огромные шкафы, конечно, зачем они нам эти шкафы, ну, да, там в туалете даже телефон, так я говорю, это позвонить, говорю, бумага закончится, а потом говорю, что нет, она не закончится, это очень много, так, это еще что-то, это что, потайной вход, что ли, куда-то, а, нет, это такое, так, здесь уже Темка себе, вон, видите, полку определил, и пойдемте, здесь, о, вот он, балкон, посмотрите, с каким видом, ребята, мы будем просыпаться, вот тут вот, вот на кровати лежать, вот такой у нас будет, шикарнейший вид, из викинг отеля, ой-ой-ой-ой, а знаете, что мы отсюда сделаем, мы возьмем дрон, и вон туда, прям, далеко отлетим, ой-ой-ой, как шикарно, ну вот, смотрите, а вот здесь вот, второй балкон, посмотрите, как здоровый, и все, ты просто по кругу пошел своего номера, ходить, и у тебя не только вид получается на вот эти снежные вершины, у тебя еще и вид на центр города, у тебя вид на море, понимаете, я просто гуляю, вот еще вид, вон туда, на горы, посмотрите, какая красота, и вот просто по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, я вот так вот хожу, 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 это просто бесконечный балкон, понимаете, вот он бассейн, здесь все как, как и должно быть, и просто опять вход сюда, ну, на этом месте я должен просто у вас спросить, ребята, как вам номер, по отелю, конечно, мы еще пройдемся, посмотрим, что там и как, сейчас здесь вариант перекусить, а в 7 вечера будет ужин, вот, еще посмотрим, что на ужине, пока будем раскладывать вещи, и отдыхать, Дима, представляете, когда нас встретил, подарил детям такой вот резент, вот такой вот магнитный конструктор, детки сразу запали играть, а самый кайф еще был в том, что в номере есть фрукты, и они сходу сразу напали, вот она, видите, уже взорванная тарелочка, спустились, смотрите, здесь есть breakfast, еще завтрак, ланч, ужин, так, и есть еще перекусы, вот, придем, наверное чай попьем в 5 вечера, но на ужин мы придем, заценим, как здесь и что, вот, видите, в принципе, вот супчики, мупчики там, 30-20, а сейчас можно вот, пожалуйста, попить, чаек, так, первый white coffee готов, так, и вот мы спустились к бассейну, пока Носенка там, он наливает кофеек, вот здесь можно покупаться, да, Мирошка? ой, ну прекрасно, ну прекрасно, ну за то, что добрались, да, давай, вот бассейн для детей, 45 сантиметров, Мироша, эй, ты что? Папа, для Мирона, вот я, вон, кстати, бар на улице, душевая, здесь есть и бар закрытый, я его уже мельком показал, я смотрю, люди набирают, это пива, с алкоголь, и так далее, лежат, отдыхают, молодцы, вот видите, принесли пироженки, кексики, вот такой вот перекусик, сейчас еще один чаек нальем, перекусим, смотрите, какая здесь красота есть, мини-клубы, детские, дискотека в 20-30, и вон еще программы, в течение дня, что есть, аководная гимнастика, здесь вот навигация есть, спа, доктор, мини-клуб, кофе, кофе, фэр, что-то такое, ресторан, шопс, туалет, еще какой-то ресторан, здесь есть прайс, точнее прайс, что бесплатно, вот печень, вот что есть, водка, джин, пепси, кола есть, вот, вот теперь точно же приезд, тубур. ну все пацаны дорвались короче да тема садитесь не разлить только здесь в общем уже предлагают массажики на массажики сходить теперь точно с приездом здесь еще бар и вот видите ребята танцуют мы зашли посмотреть как здесь если проводят занятия он целый ассортимент на любой вкус классно и неугомон и мирошка что этот он антисептик выпрашивает вот это у нас тут пацанский чел залезли мы в джакузи после такой долгой и непростой дороге дали ручка и отдыхаем твоя верочка так нравится а еще есть огромнейший плюс вот в таких отелях там где все включено это то что тебе вообще не нужно думать про еду ты просто спустился и пошел кушать в местный ресторан столовую где шведский стол поэтому пошлите ой короче фотосессия все пойдемте кушать приятно позитиваться больше вот видите здесь уже со движуха так сейчас посмотрим традиционно салаты молоты супы и есть кондитерские и так что мы набрали смотрите у нас тенки там два куска мяса макароны еще что-то вот смотрите какая красота мальчишки сами себе все набирали вон радио да 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 вон мирошка схватил в общем сейчас это осилим потом пойдем за фруктами и десертами десертный стол здесь вообще невероятно красивый в общем я всех отправила дискотеку ну ребятки я думаю что все этот выпуск можно финалить вот с таким прекрасным видом с такими подсветочками не видно здесь прекрасный просто сейчас огоньки все очень красиво вот ставьте лайки пишите комментарии и до нового видеоролика в следующем видеоролике как спойлер мы едем на таможню узнавать что у нас с машиной все пока все пока так и Продолжение следует...